Дай почитать. Но найдутся и те, кто упрекнет суеверие. А если еще и произнести «вода водится» «смой, мое тяжкое, дай мое легкое», может эффект молодильной воды усилиться. На самом деле вопрос этот, кажущийся странным, непростой. И определиться с ответом поможет неплохо изданная книга Александры Барковой «Зельеварение на Руси. От ведьм и заговоров до оберегов и лукоморья». Автор – интересная и известная российская исследовательница мифологии, фольклорист, будолог, писатель, переводчик и коллекционер Кимоно. Она принимала участие во многих этнографических и фольклорных экспедициях, возглавляла будологические экспедиции в Бурятию, защитила диссертацию по специальности фольклористика. Одна из авторов – «Энциклопедия для детей», «Энциклопедия литературных произведений», «Энциклопедия мировой литературы», «Мифологическая энциклопедия», «Энциклопедия сакральной географии». А любопытно, что ее коллекция «1001 кимоно» насчитывает несколько сотен предметов декоративно-прикладного искусства Японии XVIII-XXI веков. Среди известных книг Александры Барковой «Введения в мифологию», «Славянские мифы» «От Велеса и Макоши» «До птицы Сирин и Ивана Купалы». В «Зельеварении» на Руси шесть главведения и заключения. Мы узнаем, чем отличаются и кто такие ведьмы, колдуны, знахари. Познакомься с составом нелюдей и нечисти, лешими бабой и егой, домовым, русалкой, спокойными и беспокойными. Особенно интересны представления о русалке. По Пушкинскому на ветвях сидит такая совлазнительная женщина с рыбьим хвостом. При этом немногие задаются вопросом, а зачем рыба-дева туда взгромоздилась и как ей это удалось. На самом деле, словом «русалка» обозначают трех совершенно разных мифологических персонажей. Также можно узнать о травологии, магии растений, о защите от темных искусств и болезней, магии предметов и о защите при помощи магии действия. В книге прекрасный иллюстративный материал. Написано убедительно и доходчиво. И есть над чем подумать. 16+. Дай почитать.